Китай всегда будет надежной опорой Казахстану. Об этом в Ахурде заявил Си Цзиньпин в ходе своего государственного визита в нашу страну. Во время переговоров Касымжом Артокаев отметил, что казахстанско-китайские отношения вступили в золотой этап развития. К слову, председателя КНР встречали с особыми почестями. В небе пролетели истребители, оставив след в виде китайского флага. Дельнаст Насекенова обо всем по порядку. В небе казахстанской столицы сегодня можно было заметить истребителей. Их полет оставил за собой красный и желтый след, цвета флага Китая. Так в Ахурде встречали председателя КНР. После Касымжом Артокаев и Си Цзиньпинь прошли в резиденцию и представили друг другу членов официальных делегаций. Начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран. По завершению церемонии главы государств прошли в зал переговоров. Там в узком составе президент поблагодарил Си Цзиньпиня за визит и высоко оценил состояние двустороннего сотрудничества. Китай для нас не просто добрый сосед, а близкий друг и проверенный временем, надежный партнер. Основываясь на незыблемых ценностях общей истории, добрососедства и взаимной поддержке, мы выстроили поистине образцовые межгосударственные отношения, которые из года в год наполняются новым качественным содержанием. Мой дорогой друг, так к президенту нашей страны обратился глава Поднебесной и поблагодарил его за теплый прием на казахской земле. Уважаемый господин президент, мой дорогой друг, хотел бы подтвердить, что Китай всегда рассматривает отношения с Казахстаном со стратегической высоты и с учетом долгосрочной перспективы, считая Казахстан приоритетом своей внешней политики в отношениях с сопредельными странами и важным партнером в Центральной Азии. Наша воля и решимость по обеспечению китайско-казахских отношений остаются непоколебимыми и не подвержены конъюнктурным влияниям. Заверяю вас, что Китай всегда будет надежной опорой Казахстану. Во время переговоров в расширенном составе президент Казахстана заявил, что сотрудничество между странами вступило в новый золотой период развития. Так, в прошлом году взаимный товарооборот побил все рекорды, превысив 41 миллиард долларов. Также реализуются 45 совместных инвестпроектов на общую сумму более 14 миллиардов долларов в различных сферах. Также активизировались культурно-гуманитарные контакты. Сегодня Китай, как я уже сказал, является крупнейшим торговым партнером Казахстана. У нас есть все возможности для того, чтобы увеличить взаимный товарооборот. Правительство нашей страны будет упорно работать над достижением этой цели. Китай традиционно занимает лидирующие позиции по объему инвестиций в экономику Казахстана, которые за последние 15 лет достигли 24 миллиардов долларов. Вступил в силу взаимный безвизовый режим. В настоящее время проходит год туризма Казахстана в Китае. Дружба двух стран пустила корни еще со времен древнего шелкового пути и непрерывно развивается в течение тысячелетий. За 32 года сотрудничества двусторонние связи вышли на беспрецедентный уровень вечного всестороннего стратегического партнерства, лейтмотивом которого стали вечная дружба, глубокое взаимное доверие и солидарность, отметил председатель КНР. Хотел бы подтвердить, как бы ни изменилась международная обстановка, неизменными останутся наши стремления к сохранению дружбы. Наша решимость в развитии многогранного сотрудничества, наша приверженность взаимной поддержки друг друга по ключевым вопросам и наша уверенность в достижении задач национального развития. Кроме того, лизеры двух стран приняли участие в торжественной церемонии открыта ряда объектов. К примеру, в режиме телемоста они дали старт движению грузовых автомобилей и железнодорожных контейнеров по трансказкискому международному транспортному маршруту. Также открыли культурные центры Казахстана в Пекине и Китае в Астане. Кроме того, особым событием также стало открытие главами государств филиала Пекинского университета языка и культуры на базе Международного университета Астана. Первые 100 студентов начнут обучение в этом году. Мы готовы к открытию филиала. Завершив переговоры, Касым Жомар Токафи и Сыдзиньпим выступили совместным заявлением для представителей СМИ. По словам главы нашего государства, за последние 15 лет в Казахстан было привлечено около 25 миллиардов долларов. А в 2023 году объем китайских инвестиций в экономику Казахстана вырос на 16% и достиг 1 миллиарда 800 миллионов долларов. На сегодняшний день реализуются 45 проектов на общую сумму 14,5 миллиардов долларов. Всего действует более 4700 предприятий с китайским капиталом. В ходе переговоров также была подчеркнута важность дальнейшей реализации взаимовыгодных инвестиционных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры, сельского хозяйства, производства, финансов, транспорта, аэрокосмической промышленности и IT. Мы готовы создать благоприятные условия для китайских компаний, желающих освоить казахстанский рынок. Что касается энергетики, то в Казахстане строятся нефтехимические заводы. Также продолжается модернизация нефтеперерабатывающего завода в Шимкенте. Приняты меры по увеличению мощности нефтепровода «Казахстан-Китай». Обсудили лидеры страны необходимость активизации сотрудничества в сфере транспорта и логистики. Осуществляется и ряд успешных совместных проектов и в АПК. Так, по итогам прошлого года экспорт сельхозпродукции из Казахстана в Китай вырос вдвое и достиг миллиарда долларов. Казахстан рассчитывает на увеличение поставок на китайский рынок, качественной натуральной мясной продукции, масличных и зерновых культур. Также есть возможность нарастить объем экспорта зерна до 2 миллионов тонн. Динамично развивается взаимодействие в области образования. Сегодня свыше 4000 молодых казахстанцев обучаются в китайских вузах. Также сегодня мы с уважаемым господином Си Цзиньпином договорились открыть в Казахстане вторую мастерскую Лубаня. Это полезный и важный для страны проект, целью которого является подготовка высококвалифицированных специалистов. Растет число казахстанцев, желающих получить образование в китайских вузах. Мы рассмотрели возможности увеличения количества правительственных грантов, открытие филиалов передовых технических университетов Китая на территории Казахстана. Особое внимание уделили и культурно-гуманитарному сотрудничеству в сфере туризма. Так, для граждан Казахстана и Китая на взаимной основе действует безвизовый режим. В марте этого года в Пекине был торжественно открыт год туризма Казахстана в Китае. В следующем году его продолжением станет год туризма Китая в Казахстане. Кроме того, стороны договорились о продолжении диалога в формате «Центральная Азия-Китай». Тукаев убежден, что достигнутые договоренности укрепят сотрудничество между двумя странами и послужат на благо народов. Дилина Знасикенова, Астана Таймс.